Сегодня все больше людей бросает вредные привычки, начинает вести здоровый образ жизни. Но при этом очереди в поликлиниках не сокращаются, ведь все мы живые существа и нам свойственно болеть. Но все ли знают, на какую медицинскую помощь можно рассчитывать и за какие услуги не обязательно платить? Об этом поговорим в студии. А у нас в гостях Юлия Малиновская, начальник отдела по защите прав застрахованных алтайского филиала страховой компании Ресамет. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, у каждого человека есть поле с обязательного медицинского страхования. Значит ли это, что в любой, к примеру, поликлинике нас обязаны принять? Я бы сказала правильнее. Обязаны принять в любой, если речь идет об оказании неотложной медицинской помощи. Если мы говорим о плановом визите, то эта помощь оказывается по территориально-участковому принципу. И выбрать медицинскую организацию пациент может не чаще, чем один раз в год, но это ограничение не действует, если вы сменили фактическое место проживания и переехали, допустим, в другой район города. Тогда вы вправе выбрать ближайшую к вам медицинскую организацию, подать заявление на имя главного врача, и в течение трех рабочих дней медицинская организация прикрепляет вас к себе на обслуживание. Но если вы сменили место проживания, но желаете оставить прежнюю медицинскую организацию, вы также можете это сделать. Тогда вам не нужно никуда открепляться, но нужно учесть, что в случае возникновения неотложной помощи врач к вам придет из ближайшей поликлиники. А посещать активно вы будете ту, которая вам нравится. Но вот неотложная помощь, это конкретно какая? Когда мне могут отказать? Вот пришла, я говорю, мне очень плохо, помогите, кажется давление, кружится голова, а сейчас упаду в обморок. Это уже считается неотложной помощью? Безусловно, в данном случае вас должно смотреть врач, оказать вам неотложную помощь, если это, допустим, высокое давление, то снизить его. Если вопрос требует дальнейшего вмешательства, медицинская организация вызывает на себя скорую помощь, и в случае необходимости вас везут в медицинскую организацию стационарного лечения. Очень часто бывает, что талоны на прохождение того или иного врача закончились, на кровь их очень часто не бывает, и врачи направляют на платное обследование. Вот в каком случае я должна на это соглашаться и платить деньги свои, а когда лучше подождать или какие-то меры принять? Вы знаете, уже третий год действует большой федеральный проект в России, это бережливая поликлиника. Сегодня он называется новая модель медицинской поликлиники. И я не соглашусь, наверное, что нет талонов на кровь, потому что именно в первую очередь в отработку проблемных ситуаций поликлиники брали уменьшение очереди и ожидание по времени на сдачу анализов крови. И на сегодняшний день проблем-то с этими талонами не существует. Ввиду ряда произведенных оперативных мероприятий, стали эти талоны доступны сразу у врача-терапевта. То есть после назначения не нужно было возвращаться в регистратуру. То есть врач, который назначает этот анализ, сразу мог давать талончик. Как правило, наверное, речь все-таки идет у наших застрахованных о получении обследований более расширенного какого-то вида. Допустим, это когда пациент направляется в стационар, и ему нужно для госпитализации сдать определенный объем обследований. Либо это кровь на ВИЧ, кровь на гепатиты. И если поликлиника не имеет у себя лаборатории, которая делает этот вид обследования, то она направляет в медицинскую организацию, с которой заключен договор. Либо она может забирать кровь у себя в поликлинике, и просто ее машина перевозит в ту лабораторию, которая делает этот вид обследования. Вот в данном случае, если пациента направляют платно и говорят, что мы этого не делаем, речь идет о нарушении прав застрахованного. Тогда нужно позвонить в страховую медицинскую компанию, и страховой представитель второго уровня окажет содействие, чтобы получить талончик и пройти в предусмотренный законом срок этот вид обследования, а он не может превышать 14 календарных дней. Если мы с вами говорим о узких специалистах, например, необходимо пройти обследование УЗИ, сколько времени я могу ждать до того, как попаду к врачу? Вот норма какая есть? Точно такой же временной регламент установлен территориальной программой госгарантии. Это 14 календарных дней с даты выдачи направления. Но не будем лукавить, что иногда пациенты у нас лечатся по интернету, и сами себе назначают необходимое обследование, говорят, что я хочу вот это пройти. Но я полагаю, все-таки лечением должен заниматься специалист, имеющий высшее медицинское образование, и должен это делать лечащий врач, будь то участковый терапевт или педиатр, либо специалист узкого профиля. И вот когда он говорит о том, что это обследование необходимо, он делает запись в первичной медицинской документации, то есть в амбулаторной карте, и он выдает направление, тогда мы уже говорим о том, что да, это обследование положено, и вот срок здесь должен соблюдаться. Ну вот вы уже немного сказали, что бывают такие случаи, когда в поликлиниках просто то или иное обследование не делают, и очень часто отправляют, к примеру, в диагностический центр. Ну вот по своему опыту могу сказать. Однажды мне нужно было определенное обследование. У меня прошло полгода, я уже даже и забыла про это, видимо, прошла платная, наверное, мне звонят и говорят, очередь подошла, подходите. Я даже не поняла, куда, зачем, а потом только вспомнила. Вот это нормальное явление? Безусловно, это очень большой срок ожидания. Права ваши были нарушены. Вот для чего мы и проводим регулярно публичное информирование наших застрахованных. То есть мы выступаем на предприятиях, в организациях с целью для того, чтобы наши граждане знали о своих правах. И вот в данном случае-то в помощь страховые представители второго уровня, которые работают во всех медицинских организациях города, городов Алтайского края и в районных поликлиниках, по графику, и этот график висит в холле поликлиники, с ним можно ознакомиться на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования, он есть в личном кабинете для тех, кто пользуется сайтом госуслуг, и позвонить на горячую линию, которая круглосуточная, бесплатная, с любого телефона, и задать свой вопрос. И вот здесь страховой представитель второго уровня окажет вам содействие. Также нужно обратить внимание, что кроме диагностического центра в Алтайском крае работают и другие медицинские организации в системе обязательного медицинского страхования, как государственные, так и частные, которые оказывают те или иные виды диагностических обследований, либо консультации узких специалистов. Ну, допустим, вот в поликлинике нет своего невролога, но у нас есть, допустим, клиника, которая работает в системе ОМС, и поликлиника по территориально-участковому принципу заключает договор с этой медорганизацией, ей выделяется определенный объем талонов, и пациент туда направляется. Поэтому в первую очередь нужно подойти, наверное, к руководителю, к заведующему поликлиникой, и если его нет на месте, либо не достигнуто какое-то понимание, обратиться в страховую компанию за содействием. Вопросы решаются. Все данные, они есть в поликлиниках, правильно? Телефоны, вот горячие линии, о которых вы сказали. И телефоны горячей линии на информационных стендах в обязательном порядке. У каждой поликлиники есть сайт, где эта информация обязательно также должна дублироваться. Пациенты еще не привыкли, что можно куда-то обращаться. Во многих поликлиниках есть мониторы, бегущая строка, где работает, где также происходит публичное информирование. Мы на каких-то массовых мероприятиях регулярно раздаем визитки, буклетницы, где есть телефон горячей линии, и говорим гражданам, у вас возник вопрос, не надо ждать, вы, пожалуйста, обращайтесь. И часто обращаются? Ну вот, как правило, после каких-то публичных выступлений звонки усиливаются. Либо, когда мы сами информируем, допустим, о прохождении диспансеризации. Возникают вопросы, как в рамках этого вида деятельности, которое курирует страховая компания, так и в частных вопросах. Правильно понимаю? То есть человек, у которого есть полис обязательного медицинского страхования, он имеет полное право на бесплатное обследование, даже если оно дорогостоящее? Безусловно, имеет. Это записано в территориальной программе государственных гарантий. У нас вот в этот нормативный документ включены все виды обследований всех систем и органов, за исключением заболеваний, передающихся половым путем, за исключением психиатрической помощи и, значит, хирургическая, пластическая хирургия. Поэтому, ну это средства, которые оплачиваются, то есть психиатрия, туберкулез из бюджета. А за счет средств обязательного медицинского страхования, если обследование необходимо для установления диагноза, для корректировки лечения, оно подлежит назначению, и оно оплачивается за счет страхового полиса. Слава богу, возможно, я редко обращаюсь к врачам, но прям как сказка звучит, то, что вы рассказываете. Ну вы знаете, все-таки мы мало знаем о своих правах. Да, наверное, потому что проще пойти заплатить и тут же получить результаты. Чем вот добиваться своего? В этом направлении большую роль играют другие медицинские организации, допустим, Центр медицинской профилактики. Вот буквально с коллегами мы участвовали в десанте здоровья, который проходил вот в эту субботу в торговом центре «Пионер», где наши застрахованные могли бесплатно измерить рост вес, артериальное давление, внутриглазное давление, значит, получить консультацию терапевта и получить консультацию страхового представителя второго уровня. И когда мы, встречая людей на входе, предлагали им пройти на это бесплатное обследование, многие удивлялись. И не все хотели брать визиточку с этим телефоном бесплатной горячей линии, хотя я считаю, информация не бывает лишней. Ну не нравится, можно выбросить. А лучше положить в кошелек и позвонить, потому что в какой-то ситуации вы теряетесь и не знаете, куда вам обратиться. А так у вас в кошельке лежит визитка с телефоном, и вы можете обращаться к страховым представителям. Давайте тезисно в завершении нашей беседы напомните еще раз, на что может рассчитывать застрахованный человек, ну вот если в данном случае мы про медицину говорим. Застрахованный может рассчитывать на получение медицинской помощи при возникновении неотложных состояний, то есть когда идет угроза жизни и здоровью, при получении плановой помощи, когда у вас имеются заболевания и его симптомы, вы обращаетесь за медицинской помощью, на бесплатную госпитализацию для лечения в стационарных условиях как впервые возникшего заболевания, так и обострения хронического, на неограниченное количество вызовов бригады скорой медицинской помощи, на прохождение диспансеризации по возрасту раз в три года и раз в два года, и на прохождение профилактического медицинского осмотра для того, чтобы предупредить возникновение социально значимых заболеваний. Ну вот на одном из наших интервью мы с вами уже говорили о диспансеризации, тогда вы как-то так аккуратно сказали, что люди не особо идут на такие обследования. Вот сейчас как дела? На сегодняшний день приверженность наших граждан к здоровому образу жизни, она возросла. Люди интересуются, подходит ли их возраст в этом году под диспансеризацию, интересуются объемом обследований. Но хотелось бы отметить, что вот диспансеризация своей целью как раз являет выявление социально значимых заболеваний, то есть те, которые приводят к ранней инвалидизации либо смертности. То есть на первом месте у нас стоит патология сердечно-сосудистой системы, заболевание бронхолигочной, эндокринной, борьба с онкологией. И диспансеризация позволяет выявить на ранних стадиях поверхностные формы онкологии, такие, как, пустим, как рак губы, рак кожи, рак молочной железы. То есть и эта тенденция должна поддерживаться обществом, то есть мы каждый из нас в ответе за свое здоровье в первую очередь сами. То есть возникли какие-то сомнения, обратитесь к врачу, приглашают вас на диспансеризацию. Неважно, что вы до этого, допустим, в силу своей работы проходили профосмотр на предприятии. Почему через полгода не посетить врача? Скриннинговые обследования позволяют предупредить, вот когда возникает уже заболевание на более серьезной стадии, когда есть клинические проявления. Опытный фельдшер в смотровом кабинете, вежливый терапевт, которому не все равно, да, вам в помощь. Поликлиники работают для этого. На сегодняшний день у нас с вами увеличен временной промежуток приема пациентов. То есть для удобства есть рабочие субботы, выделены самостоятельные кабинеты медпрофилактики, отделения в крупных медицинских организациях, страховые компании направляют СМС-уведомления, рассылают письма почтой России. Мы говорим об этом, то есть с плакатов, на стендах есть информация. Нужно просто прийти и позаботиться о своем здоровье. До завершения эфира у нас ровно минута. Насколько активно к этой работе присоединились работодатели? Я знаю, что это тоже был вопрос в свое время. Вы знаете, мне кажется, ответственный работодатель заинтересован в том, чтобы его сотрудник чувствовал себя хорошо и не клевал носом за рабочим столом. Поэтому к нам не поступало обращений, что работодатель препятствует прохождению диспансеризации, если вот в этом месяце вы приглашены, проинформированы и желаете пройти эту диспансеризацию. Таких обращений не было. Ну, в данном случае я о коллективном визите к врачу говорила. То есть так, чтобы вот обязали всех сходить. А у нас не бывает ведь в коллективе, чтобы все в один месяц подлежали диспансеризации? Точно, там же как-то по годам. По возрасту, да. Ну ладно, давайте на этом мы закончим нашу беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо, что пригласили. Приглашайте еще для того, чтобы наше информирование было более эффективным, а наши с вами жители Алтайского края были более здоровыми. Ну а я напомню, что сегодня у нас в гостях Юлия Малиновская, начальник отдела по защите прав застрахованных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok